Мы находимся в офисе Вернисаж Москва, в нашем учебном центре. У нас есть сегодня борода, потому что мы скоро переезжаем в новый, еще больший офис на юге Москвы. Но тем не менее, мы никогда не останавливаемся в своих опытах. И сегодня одна из компаний-производителей масло для защиты древесины прислала нам на опыты, собственно, свои масла для полог. Что это такое? Я не буду показывать этикетки, но на одном из них написано твердое масло, на другом из них написано масло для паркета. Это позиционируется как стандартный продукт, а это улучшенный продукт определенной серии с ускоренным временем высыхания. Сейчас мы сделаем опыты. Мы нанесем оба продукта. Сегодня первый слой, завтра второй слой. И на следующий день по традиции мы проведем тесты на стойкость этого защитного покрытия к воде, кофе, вину и прочему. Итак, в технических листах на оба продукта написано, что нанесение этих масел делается с помощью либо кисточки, либо ветоши. И обязательно после нанесения дать 20-30 минут продукту постоять, чтобы оно впиталось в древесину и после этого обязательно вытереть на суховетошью. Мы нанесем сразу ветошью и оставим на 20-30 минут. Итак, стандартный продукт, который называется твердое масло. В состав его входит льняное масло, пчелиный воск, карнаубский воск, скипидар, сикатив и сосновая смола. Абсолютно не пахнет растворителем, пахнет, ну его там и нет, пахнет абсолютно натурально, достаточно приятный запах. Кстати, это неплохо с момента работы. Сейчас мы его нанесем. Уже видно, что поверхность очень сильно желтеет, но это всегда так при нанесении любых масел, но здесь прямо даже видно цвет, что однозначно и после высыхания древесина останется желтой. Это мое подозрение, но я думаю, что так оно любует. Я наношу средней толщины, по листу написано, что где-то 40-50 грамм, и где-то так и будет. Удобное в нанесении, пахнет натурально. Ничего плохого, хотя запах есть из какой-то рыбы, то ли чем-то, но стандартное, как натуральные масла пахнут, хороший такой запах. Я не думаю, что от него не будет болеть голова, как вот иногда болит голова от масел, которое содержит растворители в себе. Ну, и по, не могу сказать, что это прям комфортный запах. Ну, вот так вот достаточно средним слоем я нанес. Видны разводы, это нормально, потому что мы сейчас должны древесины дать возможность напитать. Через 20 минут мы сюда вернемся и сотрем это. И сейчас делаем то же самое на масле, которое с ускоренным временем высыхания, но, как мне сказал производитель, оно, тем не менее, не содержит растворителей, хотя не сказал, какие содержат секативы. Что здесь? Кстати, пахнет меньше. Да, когда пахнет активнее, это пахнет еще меньше. В нанесении оба продукта имеют одинаковую степень вязкости. Не сильно, кстати, отличаются друг от друга. У нас не очень даже идеологичная по вязкости. Ну, как любые масла, видно, что в отличие от лаков, здесь, в общем-то, нет смысла торопиться. Такие продукты не должны оставлять разводы, потому что здесь время высыхания будет долгое. и с такими материалами работать удобнее, чем с лаками в нанесении. Жидкая паза длительная, поэтому никаких разводов тут не быть не должно. Ни разводов, ни стычков. Ну, все, оставляем на 20 минут, через 20 минут держимся. Ну что, прошло 20 минут, и мы сейчас попробуем все это дело смыть. Не смыть, в смысле, а просто насухо вытянуть, чтобы оставить поверхность уже сухой. Итак, делается очень легко. Производитель сделал акцент на том, что это масло наносить валиком или кисточкой, не растирая насухо потом нельзя. То есть, это продукт не для этого. Хорошо это или плохо, мы прокомментируем после того, как проведем тесты на стойкость. Удаляется легко. Стандартное выпаривание, уже видно, что оно будет из неотшпатлеванных щелей. Выпаривание, это значит, что выход остатков масла из щелок однозначно не плюс. Так, еще ветошь. Мы эти опыты делаем всегда в конце рабочего дня, потому что целый день мы здесь встречаем клиентов, здесь работают наши сотрудники, но мы сейчас оба заметили, что действительно, в течение этого времени, пока мы сейчас работаем, запах присутствует от этого масла, но он абсолютно не агрессивный и нам, в общем-то, никак не мешает. по цвету между этими продуктами я не вижу никакой разницы. Высыхание стандартного продукта заявлено 24 часа. Высыхание продукта с секативом серии, как они называют, серия БРО, заявлено меньше, по-моему, 4-6 часов. Ну, в общем, посмотрим на это дело. Во всяком случае, завтра утром пройдет часов, наверное, уже больше, конечно, чем 12, но мы посмотрим, как оно будет поступать. Все, вот такой результат. Оставляем до завтра. Вчера мы нанесли первый слой, ну, давайте посмотрим результат. Итак, масло с воском, которое стандартное, что видно? Видно, ну, как и ожидалось. Вот видно выпаивание масла из щели, и оно до сих пор осталось еще не высохшим здесь. Это было весьма предсказуемо, потому что материал совершенно не содержит никаких растворителей, и поэтому, скорее всего, вот так и будет еще несколько дней выпаиваться. При этом достаточно однородная поверхность, очень такой неплохой, я считаю, визуально результат, достаточно хорошая, глубокая матовость. Но это первый слой абсолютно не показатель. Все-таки мне кажется, что образец номер 2, где материал серии PRO, то есть с ускоренным временем высыхания, чуточку светлее, нежели основной продукт, хотя, конечно же, желтизна очень насыщенная из-за того, что он базируется на льеном масле. Выпаривание из щелей я не вижу абсолютно. Ну, это достаточно приличный результат. Что мы делаем? Мы сегодня делаем все то же самое. Мы наносим второй слой. Тем же самым методом, каким мы наносили первый, то есть небольшое количество. наносим ветошью, оставляем на 20 минут и после этого растираем насухо. Ну, по логике жанра, второй слой должен быть раскоплен немножко поменьше, чем первый. А, кстати говоря, вот отзыв. Поскольку материал не содержит, абсолютно не содержит растворитель, как пишут данные производители, похоже, кстати говоря, что это так, наши сотрудники, которые сегодня целый день работали в офисе, а сейчас у нас 6 часов вечера, сказали, что запаха не было абсолютно никакого и дискомфорта тоже не было никакого. Это, конечно же, большой плюс. Мы видим, что материал удобен в нанесении. Я просто средней толщины слоем разношу его по поверхности и мы его сейчас оставим минут на 20, пускай древесина напитает, после чего располируем сухой ветошью. То же самое делаем с праймоборстом. Так, вот здесь, паспорт. Так, вот здесь, паспорт. Паспорт. Вот здесь, паспорт. 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 Все, занесли. Оставляем на 20 минут. Прошло 25 минут и мы продолжаем наш опыт. Мы тут решили немножко похулиганить. Мы сейчас немножечко нарушим технологию. Вот небольшую полоску вот здесь вот и на этом и на этом образце мы не будем удалять насухо, а вообще оставим как есть. То есть мы сымитируем нанесение слоем. Как делают некоторые производители, особенно импортные производители масла с твердым воском, которое необходимо наносить слоем, не удаляя после нанесения с поверхности. То есть основную площадь мы сделаем строго по технологии и небольшую полоску сохраним, не вытирая насухо. А уже завтра мы сюда посмотрим, высохнет там или не высохнет. Соответственно, посмотрим внешний вид и проведем тесты на стойкость к воде, кофе и другим жидкостям. Ну, собственно, поехали. Это делается очень просто. Мы берем то же самое ветошь и просто сейчас будем насухо вытирать. Вот сюда я не залезаю. Опять же хочется сказать, что запах хороший, то есть он явно натуральный, пахнет достаточно приятно. По запаху тут не так сказать, конечно, приятно или нет, потому что тут каждому свое. Ну, в общем-то, в таком случае голова отнюдь болит. Хорошо. Вчера, когда наносили и после этого вытирали первый слой, не сделал акцент, забыл, но сейчас обязательно скажу. Ребятушки, вот в момент такой работы, пожалуйста, особенно когда материал содержит льняное масло, обращу внимание именно на льняное масло, вот эта вся ветошь, пропитанная маслом, ни в коем случае ее нельзя оставить на объекте, она загорится. Загорится сама. У льняного масла очень низкая температура возгорания, и особенно когда вот эти тряпки лежат вот так вот плотненько вместе, очень велика вероятность самого возгорания, поэтому вот так никогда на объекте оставлять нельзя. Это не только у этого производителя, это вообще у всех, кто в своем составе имеет льняное масло. Здесь точно так же я вот эту часть оставляю и вытирать не буду, а все остальное мы сейчас опять насухо вытаем, как полагается по описанию. Давайте посмотрим, что получилось. Вот на образец номер один, стандартное масло, видно, что излишки вот этого воска, когда я его так пальцем провожу, прям видно, что, ну, они остались. Это плохо, это неправильно. На основная рабочая часть все хорошо. На ощупь абсолютно гладкая поверхность. Такое ощущение, как будто древесина вообще не защищена. Ну, как, собственно, наверное, оно и должно быть. Образец номер два, который с ускоренным временем высыхания. Здесь вообще интересная история. Вот на этой полосе, которую мы нанесли неправильно, вот эти вот, прям видно, что даже как будто бы подлипает, и вот эти вот глянцевые следы. Это не значит, что это плохой материал, это значит, что мы нанесли неправильно, и так делать нельзя. Основная вся площадь тоже абсолютно гладенькая. И такая глубокая, хорошая матовость и там, и там. Теперь наступает самое интересное. Итак, я принес теплую воду, теплый чай, горячий кофе, и пино. Красное французское вино. Видимо, хорошее вино. Сейчас мы сделаем опыт, и мы просто на каждый из образец выльем чуть-чуть вина. Ставим аятышком. Чуть-чуть горячего кофе. Ставим аятышком, чтобы не забыть, где это было. Черный чай, теплый. О, как он у меня потек хорошо. И обычную воду. Обратите внимание, воду я часть туда, часть туда. Налил, но там, где мы неправильно не стоим, и там, где брак. Итак, а теперь мы все это оставляем до завтра. И завтра уже будет финальный отчет. Мы посмотрим, когда вытарим эти следы, когда они высохнут. и посмотрим, как же этот материал держат все наши активные, так сказать, естественные реагенты. Настал час икс. Мы сегодня завершаем наши тесты. И у нас сегодня здесь бутылка прекрасного французского вина, не потому что уже дело близится к уикенду, а потому что мы закончили наш опыт. Мы сегодня испытаем и посмотрим, что же у нас получилось. Итак, вода. Вот здесь у нас на этом образце пятно от воды, и здесь пятно от воды. Сейчас мы попробуем его смыть. Смотрите, что получается. Ну, на ощупь я могу сразу сказать, что всегда, когда мы все масла с восками смываем насухо при нанесении, то есть не формируя пленки, очевидно, что волокна очень сильно поднялись, и в этих местах поверхность очень шершавая. здесь точно такой же эффект, то есть вот здесь вот гладенький паркет, а вот в этом месте прямо видно, что очень-очень сильно поднялась трупура дерева, и, в общем, могу сразу сказать, что это масло воду не держит. кофе. Вот эти два пятна у нас от кофе. Следующую влажную тряпочку. Посмотрим, что здесь. Здесь такой же эффект, но что очевидно, более шершавая поверхность. Nagorno-магонка. Д段ки. Дто, факультеты. Мы раскрич allowed к нанесению к горшке. Тоже видно, что след остался Ореол остался Здесь тоже самое На каких-то плашках получается Практически Края убрать, на каких-то На каких-то нет Но все равно шуршавое Так, окей, поехали дальше Это вино и это вино Вино, кстати, не высохло За ночь Опа Какое-то у нас вино-то интересное Вино загустело Не могу понять причину этому Потому что Вообще, конечно, интересный результат По ощущению, как будто оно вступило в вариацию С самим покрытием В общем, как-то сильно загустело Такого, честно говоря, нервов нету Наверное, потому что Обычно в вино мы просто все выпиваем Как будто Тоже остался след Здесь тоже самое Такое, что я думаю Как будто Я думаю, что он нормальный Кручет И все равно тоже видишь более такое темное пятно здесь здесь пока не вижу сейчас рассмотрим досохнет и след от кофе а это был чай это был чай а это кофе то же самое очень сильно поднятый ворсу прям конкретно такой шершавый поверхность самая шершавая поверхность и так итог след от воды остался след от чая остался очень сильный вот здесь здесь меньше но тоже айол вот он есть вино вот оно уже видно что здесь появилась и здесь тоже кофе дождемся когда досохнет в меньшей степени но тем не менее итог всего этого дела значит я много уже разных материалов попробовал и сейчас скажу очень может быть не популярное мнение но мне кажется что это так и есть разные производители пытаются между собой скомбинировать удобство нанесения экологию и стойкость материалов соответственно к нагрузке воды кофе нагрузки от обуви и так далее все материалы вот точно могу сказать все материалы которые не формируют пленок а что значит не формирует пленок это значит когда это может быть натуральное масло это может быть масло с воском в принципе даже состав материала могут входить разные воски но если при нанесении мы наносим его не валиком а смываем насухо то есть мы по сути воска на поверхности оставляем только в структуре только в порах очень очень небольшое количество не держат такие поверхности агрессивные жидкости долго то есть можно утверждать что этот материал держит воду да держит воду на минут 10 если вы в течение 10-15 минут это место вытерли то тогда дир конечно же да держит но если вы как это обычно бывает в быту да может быть какая-то зона кухни или вообще в принципе жилое помещение человек параллел чай параллел воду и не заметил если вы управляете воду это не видно если вы сразу не уберете то на таких маслах или масла с воском пятна будут оставаться чудес не произойдет если вы используете материалы пленка образующие например масло с твердым воском который вкатывается валиком и натирает на насухо не вытирается то есть формируется восковая пленка это могут быть натуральные воски как у многих немецких производителей это может быть комбинация натуральных восков и алкидов как это происходит тоже у многих производителей но тем не менее это самая пленка препятствует проникновению этих жидкостей и конечно же здесь есть небольшой минус в пользу того что такие материалы неизбежно содержат растворители к сожалению без них здесь просто невозможно обойтись поэтому будьте просто внимательны если вы видите что материал при нанесении необходимо насухо смывать как защитный если он позиционируется как защитный материал то будьте готовы к тому что этот материал будет менее стойкий к воздействию да конечно можно говорить о том что его потом будет легче обновлять но в эксплуатации мой опыт технолога я 10 лет отработал технологом говорит о том что такие поверхности всегда приводят вот к этому слушайте профессионалов доверяйте профессионалу вау 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 Субтитры создавал DimaTorzok